Поселок Жибы рискует зимой остаться без питьевой воды. По словам жителей, по улице Лизы Чайкиной два месяца назад прорвало трубу, и до сих пор проблема не устранена. Сельчане жалуются на то, что питьевая вода, которая без перебоя нальется из колодца, уже добралась до погреба, откуда люди каждый день самостоятельно откачивают воду. Подробнее Дана Марат. По улице Лизы Чайкиной живут более 50 человек. Тут есть и дети, и люди преклонного возраста. Все было хорошо, пока не прорвало трубу питьевой воды. С этого все и началось. Вода добралась даже до погреба, откуда жители сами выкачивают воду. Словом, еще чуть-чуть и затопит, рассказывает возмущенный народ. Вызывали аварийную, они приехали, чопики поставили, уехали. Через пару часов у нас опять начала вода течь. Вода льется постоянно, мы уже не знаем, что делать. Вызывали аварийную. Я звонила в аварийную буквально 22-23 числа. Девушка трубку подняла и говорит, мы знаем, что у вас там авария. Вы, говорит, не переживайте, вы у нас стоите по очереди на конец недели. Мы приедем и все сделаем. Однако слова не соответствуют действиям. По словам Марты Вячеславовны, вышестоящие инстанции их игнорируют. А с наступлением холодов ситуация еще больше ухудшилась. В погреб подтекает уже вода. У нас уже в погребе стоит вода. Мы там держим соленье, варенье, все. У нас это что, должно все пропасть, что ли? Для чего мы растим? Для того, чтобы пропало, а вода идет питьевая. Теперь жители будут платить за воду, которой совсем не пользуются. Ведь вода, которая принесла им столько неудобств, течет бесперебойно. А счетчики, соответственно, крутят. Двухэтажка, и мы в нанизении, и все, к нам вода идет и идет. Мы не можем больше жить. А счетчики крутят. И там у нас и в ямах и счетчики заливают. Тогда опять по новой нам эти счетчики ставят, что ли? А сколько же мы пенсионерам получаем мало. Смирившись с тем, что местные исполнительные органы проявляют равнодушие к проблеме жильцов, пенсионеры ищут выход из положения сами. То есть выкачивают воду самостоятельно. А утро 80-летних стариков начинается именно так. Вот мы каждое утро с ним зарядку делаем. Вот там четыре ведра сегодня вытащили. И тут вот так вытащили. Чисто питьевая вода. Вот наберут и все. Это не последняя проблема, с которой столкнулись жители поселка Жибы. И открытый колодец, что очень сильно тревожит родителей. Они боятся, что их дети могут провалиться. Ведь колодец накрыт фанерой, которую ночью едва ли кто заметит. Вот днем видно, что здесь колодец. Потому что вот и дети тут ходят, все. А если вечером, когда темно, не видно будет, и кто-то наступит, здесь только закрыто фанерой, провалится и утонет. Тогда, наверное, нам и сделают этот водопровод, когда будет труп какой-нибудь. К сожалению, связаться с Карагандасу нам не удалось. Но надеемся, что скорым временем проблема благополучно решится. Дана Марат, Тулеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандин.